Одесский национальный медицинский университет остался без бюджета на 2019 год. Сотрудники бьют тревогу, поскольку им грозит не выплата зарплат, а студентам стипендий. Без материальной помощи могут оказаться льготные категории студентов. Люди полагают, что вновь оказались заложниками чиновничьих игрищ. Зарплату профессорско-преподавательскому трехтысячному составу стипендий полутора тысячам бюджетным студентам. Вот, собственно, все требования сотрудников и студентов Одесского национального медицинского университета к Министерству здравоохранения Украины, где бюджет вуза на 2019 год оставили неутвержденным, заморозив, по сути, работу учебного заведения. У людей уже нет средств, чтобы оплатить коммунальные услуги, купить элементарно какие-то продукты. А кто-то уже говорит о том, что нет денег на транспорт, чтобы приехать на работу. МОЗ, несмотря на все наши обращения, нам не подписывает бюджет. Люди, в общем-то, в отчаянии. Я думаю, что они уже готовы, весь наш большой многотысячный коллектив готов выйти на забастовку, потому что другого выхода мы пока не видим в сложившейся ситуации. Как рассказала Наталья Гарина, примечательно, что Одесский медин датируется из бюджета только на 15%, поскольку остальные 85% зарабатываются обучением контрактных и иностранных студентов. С целью все-таки подписать бюджет трудовой коллектив обратился к президенту страны, премьер-министру, народным депутатам, губернатору Одесской области. Но пока ответов не поступило. Стипендия для многих студентов является основным источником дохода. То есть это те деньги, за которые они могут оплатить общежитие, проезд, питание и так далее. И новость о том, что есть такая вероятность, что стипендия не будет приходить, очень нервирует и волнует наших студентов. Также стипендия является определенной мотивацией для наших студентов. То есть они стараются лучше учиться, получать более высокие баллы, соответственно, получать более высокий уровень знаний и за это получать награду в виде стипендии. И если взять во внимание студентов социальных стипендий, которым выплачивает государство помимо социальной стипендии, еще материальную помощь, это определенная группа детей, инвалидов, детей АТО, сирот, которым просто необходимо, это материальная поддержка со стороны администрации, со стороны студенческих организаций. Поэтому мы считаем, что не выплато стипендий, это просто неуважение к самим студентам и ко всему нашему обществу студенческому. Следует отметить, что на каждом факультете Одесского Медина обучается до 50 льготников. Это и люди с ограниченными физическими возможностями, вынужденные переселенцы и дети погибших в АТО. Ситуация становится очень напряженной. Как долго она может продлиться? Конечно, хотелось бы, чтобы этот вопрос решился как можно скорее, потому что страдает коллектив и, безусловно, особенно те люди, которые живут во многом, большинство наших сотрудников живут от зарплаты до зарплаты. Вы сами прекрасно знаете, что зарплаты в области медицинского обслуживания, здравоохранения невысокие. И поэтому, конечно же, хотелось бы как можно быстрейшего разрешения этой конфликтной ситуации. Это один из способов привлечения внимания к нашей сложной ситуации. Мы избрали написание петиции, обращенной к президенту страны и в кабинет министров. Мы очень просим всех неравнодушных одесситов, которые знают об этой ситуации, сопереживают нашему коллективу, подписать эту петицию и поддержать нас.